МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Губернатор Ненецкого округа объявил о начале реализации в регионе проекта НАО-100. На протяжении ближайших двух недель жители региона смогут направлять свои предложения для включения в проект через платформу «Народный контроль». В Наринмарской агломерации планируют внедрить систему по отдельному сбору пластика. Пилотный проект инициирован инвестором и поддержан окружными профильными ведомствами и муниципалитетами. В Ненецком округе стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится два месяца. Всего в этом году планируют призвать на срочную службу более 115 молодых людей. И накануне в окружной столице состоялся традиционный праздник клуба земляков. В этот раз он прошел под звучным названием «Жить здорово». Землячество представили свои площадки с традиционными продуктами и рецептами, которые сохраняют и оберегают здоровье. Об этом не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. 10 лет 100 проектов. В Заполярье сегодня дан старт программе НАО-100. Это конкретный план действий по развитию региона на ближайшие десятилетия. Причем формировать этот план будут непосредственно жители Ненецкого округа. Мероприятия проекта станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Пул проектов будет формироваться жителями Ненецкого округа. Это проект, который будет у нас являться творческой инициативой каждого жителя нашего округа, который неравнодушен и готов попринимать участие в формировании карты нашего субъекта для реализации различных инициатив и социальных, медицинских, дорожных, жилищных проблем. С 11 по 25 ноября включительно будет предоставлена возможность каждому гражданину без исключения подать свое заявление и высказать желание, потребности, чаяния, которые он хотел бы здесь, на территории округа, реализовать. Строительство, жилья, культура, образование, медицина, бизнес, интернет-технологии, связь, доступная среда. Предложить проект можно в абсолютно любой сфере. Сделать это можно на портале Народный контроль. Для этого необходимо войти во вкладку НАУ-100 и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта – ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». Напомню, прием проектов стартовал сегодня и продлится до 25 ноября, после чего предложенные инициативы примут к рассмотрению и начнут формирование основного пулу проектов. В Нарьинмарской агломерации планируют внедрить систему по отдельному сбору пластика. Пилотный проект инициирован инвестором и поддержан окружными профильными ведомствами и муниципалитетами. Об этом сообщается на официальном портале администрации Ненецкого округа. Как рассказал в ходе расширенного совещания при главе региона руководитель профильного департамента Альберт Чубдаров, сейчас в администрациях Нарьинмара и поселка Искатели определяют места расположения контейнерных площадок. Совместно с муниципалами Росприроднадзором провели совещание. Субъект малого и среднего предпринимательства у нас готов осуществить проект по раздельному сбору мусора. Пилотный проект планируется реализовать. Это 2-3 пункта в Нарьинмаре. Один из них один пункт в Искателях. Сейчас ждем от муниципалов предложения по местам размещения. Соответственно, речь идет о пятой категории отходов. Это пластиковый мусор, пластиковые бутылки, которые будут транспортироваться на условно большую землю. Как пояснил Альберт Чубдаров, сбором пластика будет заниматься инвестор, у которого есть пресс для полиэтиленовой тары. После всех процедур пластик будет вывозиться из округа для последующей переработки. В Нарьинмаре прошла очередная конференция Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Ключевым моментом конференции стало избрание делегатов 19-го съезда, который пройдет 22-23 ноября в Москве. Делегатами, которые представят Ненецкий округ на съезде «Единая Россия» в Москве, стали член Генерального совета партии, губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и директор Несского дома творчества, руководитель первички Наталья Латышева. Она была избрана единогласно тайным голосованием делегатами конференции. Я жду от этого съезда. Во-первых, ключевым вопросом будет решение национальных проектов, которые очень важны также и для нашего региона, это и в области образования, в области здравоохранения, в области культуры, развития наших населенных пунктов. И я думаю, что это, во-первых, будет колоссальный обмен опытом с коллегами из других регионов. Кроме этого, на конференции был заслушан отчет секретаря Ненецкого регионального отделения партии Дениса Гусева о работе организации в 2019 году и задачах на 2020 год. Мы на конференции подвели итоги работы за год, обсудили результаты нашей работы, наградили наших членов партии, которые активно работали в этом году в рамках избирательных кампаний, муниципальные органы власти и на довыборах в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Также по традиции на конференции были вручены партийные билеты новым членам Единой России и проведена ротация регионального полицовета партии и его президиума. Многодетным семьям одобрили 3000 заявок на погашение ипотеки. Как сообщает Дом РФ, им спишут долг на 450 тысяч рублей. На господдержку могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей. Средства, полученные по программе, могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Для получения поддержки заемщику нужно обращаться в свой банк. Рассмотренные заявки кредитор передает в Дом РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы, 450 тысяч рублей перечисляются кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов. Как отметил управляющий директор Дом РФ Алексей Нидинс, востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. Сейчас вместе с кредиторами Дом РФ проводит работу по рассмотрению обращений в максимально короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным. И теперь к другим темам. Через неделю жителям Ненецкого округа рекомендовано перезагрузить приемники цифрового телевидения. В ночь с 18 на 19 ноября в региональном филиале РТРС пройдут технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. Это может вызвать сброс настроек цифрового ТВ, поэтому жителям Заполярья будет необходимо их перенастроить. Об этом в ходе оперативного совещания главы региона со своими заместителями и руководителями исполнительных органов власти сообщил руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников. Для перенастройки достаточно будет запустить автопоиск телеканалов на приемном оборудовании. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме. В Ненецком округе стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится два месяца. Всего в этом году планируют призвать на срочную службу более 115 молодых людей. Службу они будут проходить в военно-космических силах Российской Федерации, на Северном морском флоте и в сухопутных войсках Западного военного округа. Очередную партию призывников провожали накануне из Нарьинмара. Репортаж Ольги Русул. Добрые пожелания, крепкие объятия, слезы, куда же без них. Родные и друзья провожают на срочную службу своих защитников. Призывник Роман Рочев к армии готов. Как сказали, где-то в МФ вроде бы, где-то в Архангельске, в Архангельской области. А так больше ничего не сказали. Все там в распределителе скажутся. Ты как считаешь, что это был случай? Ну, почему нет, конечно. Оттуда обычно мужиками выходят. Ждать Романа через год будут родные, а его девушка Валерия обещает писать письма. Может не каждый день, но очень часто. Хорошие службы, чтобы здоровым вернуться, хороших впечатлений. Ну, пожалуй, все. Будешь письма писать? Конечно, буду. Приеду на присягу, обниму, поцелую. Скучать буду сильно. Службу нынешние призывники будут проходить в рядах военно-морского флота и сухопутных войсках Западного военного округа, а также в военно-космических силах российской армии. Братья-близнецы Виктор и Александр службы не боятся, мечтали об этом с детства. Войска сухопутные. Почему? Архирев Андрей. Ну, так просто хочется, сухопутные там, ВМФ, не особо. Мы с братом пять лет в зал ходили. Ну, мы сейчас в армию забираются, больше не ходили. А какой спутник? Поверюфинг. Воскресным днём на срочную службу уходит 16 парней из Ненинского округа. Это вторая группа призывников в этом году. Все ребята идут в армию с большим желанием. Просто понимал, что надо и всё. А кто-то уже из друзей в армии побывал? Да, у меня все друзья сейчас в армии приходят в этом году. Пожалуй, в начале бы сходил по профессии. Ну, я так не знаю, куда. Не меньше призывников переживают родители. В голове множество вопросов, как сложится судьба их сыновей, куда распределят на службу. Хорошие, интересные службы. Желательно, чтобы попал в хорошие войска. Это ВДВ, спецназ. Парень готовился к этому, имеет разряды спортивные, желает туда пойти. Настроен на это. Небольшой инструктаж перед отправкой на сборный пункт города Архангельск. Ещё в Наринмаре призывникам выдается набор срочника, в котором специальные банковские карты и симки для звонков по телефону. Ну, я им желаю всем ребятам, чтобы они живыми, здоровыми вернулись сюда, домой. Или оставились служить на военном службе по контракту. Напостывал новобранцев и руководитель регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи в Ненецком округе Николай Шевелёв. И передал памятные подарки, обложки на военные билеты с символикой Ненецкого округа, чтобы напоминали о родине, где бы не пришлось служить. «Будьте мужиками, как Игорь Владимирович сказал. В принципе, звоните мамам, вас всегда здесь ждут. Пишите письма, вы в любом случае будете. Не любите писать, но вы их будете писать, сразу же говорю». Совместные фотографии на память, прощальные поцелуи новобранцы отбывают в аэропорт. Напомню, что в призывную кампанию 2019 года на срочную службу из Ненецкого округа отправятся более 115 призывников. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости культуры. Накануне в окружной столице состоялся традиционный праздник клуба земляков. В этот раз он прошёл под звучным названием «Жить здорово». Землячество представили свои площадки с традиционными продуктами и рецептами, которые сохраняют и оберегают здоровье. Вековые секреты выведала и наша съёмочная группа «Слово» Екатерине Дементьевой. Клуб земляков Ненецкого округа существует уже 16 лет. Сейчас в нём состоит более 30 территориальных и национальных объединений. Есть и новички этого года. Например, землячество деревни Волонга и землячество острова Колгуев. И что важно, у объединений появляются молодые последователи. Мы, конечно, стараемся, чтобы молодёжь подтягивалась к нам. Допустим, я могу на примере шапкинского землячества сказать о том, что в этом году у нас состоялся молодёжный лагерь, где мы съездили на пять дней на малую родину в Шапкино. И среди нас была молодёжь. И я думаю, что это замечательно, потому что надо нам обязательно кому-то передать все свои знания, всю свою любовь к малой родине. Поэтому, конечно, молодёжь стараемся привлекать. В деятельность клуба земляков входит сохранение традиции культуры и, конечно, исторической памяти. Почти все представители территориальных объединений работают с архивными документами, собирают информацию об участниках-земляках Великой Отечественной войны, ведут издательскую деятельность. Например, землячество деревни Никицы выпустило фильм об истории своего поселения. Но самое главное для этих людей – это общение. Мы стоим у истоков создания нашего земляческого чувашского народа. Мы достаточно часто встречаемся. Но и проведение таких мероприятий, конечно, приветствуем. Это объединяет людей. Россия у нас одна, народы разные. Цели у нас одна, одни. Чтоб жизнь стала на нашей родной земле, краше, лучше, тише. На празднике можно было увидеть гостей всех возрастов. Для каждого организаторы подготовили что-то особенное. Одной из самых интересных частей праздника стала игра «Квест», в которой с удовольствием приняли участие совсем юные гости мероприятия. Мне нравится в этом мероприятии то, что очень сердечно и по-домашнему все. Очень добрая обстановка, очень приятная атмосфера. И вот в этом году, конечно, не юбилейный год, но все равно очень интересно. Приготовили для ребят в этом году они разные площадки «Квест». Вот, и я даже подключила, как учитель, не могла не подключить свой класс. И мне приятно, что пришли мои родители и вместе с детьми, с моими шестиклассниками. Я думаю, им тоже понравится, как и мне. На десятках площадок всевозможные блюда из дикоросов, местной рыбы и мяса. Все это можно было попробовать и узнать о целебных свойствах. Например, сообщество «Сахалин» приготовило чай из топинамбура, а землячество поселка Шапкино – квас из репы. Все эти овощи они выращивают у себя на огороде. Кроме этого, многие объединения угощали блюдами из дикоросов, растущих в тех местностях, которые они представляют. Липовый чай мы сегодня предлагаем. Завариваем, собираем липовый цвет в конце июня, когда она цветет. В июне, в начале июля. И собираем, сушим в темном месте, на чердаке. И вот завариваем, настаиваем минут 5-10. И можете попробовать. Оно очень полезное свойство. Очень противовоспалительное, антисептическое, тоже жаропонижающее. И вот так. Однако, как считают представители клуба земляков, здоровье – это не только то, что мы едим. Это баня и зарядка, о лечебных свойствах которых тоже подробно рассказывали. Это игры и песни, которые помогают сохранить психологическое равновесие. Или, например, обереги, которыми пользовались наши предки. О них подробно рассказали представители украинско-белорусской диаспоры. Это шпаткова. Если ее в квартире повесить или в доме вверх, рожками, то она приносит богатство. Достаток. Если вниз, вот так вот, то это получается, что приносит здоровье. А еще здоровье во все времена помогали сохранить смех и хорошее настроение, которые на праздники получили все гости. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, спонсором выпуска которого является группа компаний ЛСР. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. До встречи в эфире.